Та ситуация, которую вы описываете, это очень подробный, наглядный пример, иллюстрирующий гораздо большие проблемы. Как получилось, теперь всем понятно. Потому что я абсолютно уверен, что очень многих этот вопрос интересовало. Теперь давайте поговорим о том, почему у нас получается так. И, насколько я понимаю, к сожалению, это не первый раз за последние тысячу лет, что у нас не получается то, что должно получаться. Почему у нас получаются вот эти автоматы, да, в том числе? Почему у нас не всегда получается кино, почему у нас не всегда получаются автоматы, почему у нас раньше получалось сделать спутники, сейчас не получается, почему у нас не получается практически ничего? Вы знаете, это очень интересный вопрос, я на него отвечу. Он главный вопрос. Вот почему так? почему сегодня мы такие вот почему сегодня мы так и еда почему и дело дошло до того что еще там какая-то группа людей устроила вот эту пальбу стрельбу и всякие почему дошли до это мы к этому шли мы к этому идем упорно с 1994 года вот мы победили войне мы одержали потрясающую победу в этой фазе войны мы победили войне и надо было понимать уже сразу кем мы должны стать куда мы должны идти и на базе чего а базы всегда бывает идеология то есть цель задача и технологии достижения этих целей позвольте один промежуточный вопрос как вы думаете я я более чем уверен что вы изучали потому что там тоже интересная история такая военно-прикладная какая национальная идеология у финнов вот молодец хороший вопрос узнаете финны для себя решили очень важно когда но недавно не не давно 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 а как а как они продержались на этой линии маннергейна в этом в прошлом веке не очень до финны были в колонии россии потом они стали самостоятельным государством потом они стали став самостоятельным государством развиваться не очень быстро потому что ресурсов было мало такая страна без особо безресурсная ну да леса там и так далее да но финны для себя решили одну вещь что они никогда не будут ничьей колонией они будут финнами они даже не будут шведами они решили быть самими собой это очень важно для к колониального состояния колла для предыдущего к колониального состояния они сказали мы будем государством и они стали государством это они создали вот эту линию маннергейма которую держала красную армию причем мощную создали и остановили да вот является ли этой идеологии не знаю является по-моему является идеологии является все то в чем вы абсолютно убеждены вот они абсолютно убеждены в этом американцы абсолютно убеждены что они пуп земли понимаете вот они пуп земли это идеология немножко глуповатая немцы тоже нацисты имели идеологию дочлен дочлен убирались идеология 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 неважно как она и маршизм ну само собой да сионизм идеология он еще какая еще какая и основоположники этой идеологии сказал самому богатому человеку в мире господину ротшильду что он дурак это как это кто из наших там я не знаю скажет журналист какой-то немалоизвестный человек который сказал ты боб-боб парень ты не понимаешь каких-то серьезных вещей тут подумал и видимо зацкал что да он действительно не понимает поэтому сионизм сегодня базовая энергия государства израиль на этой основе это государство развивается и у нас должна была быть своя идеология и у нас в обеде написано что идеология это одна из форм социального сознания так если ее нет как ее можно нет это одна из форм национального сознания потому что социальное это на базе национального или на базе вообще собственной природы социальное это некая надстройка это элемент национального самоосознания если вы 500 лет были под турками и приспосабливались значит вы теряли достоинства каждый день и каждый час то вам надо лечиться нам надо лечиться нам надо репройти некую такую реабилитацию а мы так жили понимаете поэтому на нашем случае у нас должна была была быть своя должен был быть свой изм мы этот фундамент должны были либо иметь до того либо вы должны были бы создавать во время войны или крайнем случае после войны этого не произошло более того я имел какую-то встречу очень такое может быть неподробную с ливаном петрося нам когда приехал сюда девяносто третьем году я произнес слова идеология он от меня так от шатнулся как от сумасшедшего это такая крылатая фраза это вам зачем сказал что это такая лживая политическая категория ну да ну вот у нас была вот идеология и зачем нам это все дело доказаться нам нужен базар понимаете а как а что то все идеологии это там площадка на которой все армянство должно соединиться а эпицентр город ереван армянство всего вот что такое идеология где-то объединение где-то единство позвольте спросить каким образом идеологии формируется и предлагаются потенциальным носителям марксизм марксизм ваш любимый пример какой марксизм формировал товарищ маркс со своим другом энгельсом отсюда пошел марксизм ленинг или большевизм сформировал товарищ ленин вот сотоварищи да то есть он имеет персонально персонального автора большевизма да значит и в том и в другом случае сионизм имеет своего персонального автора герцог но сионизм опирается на алью которая фольклорные автора не имеет где вот основы сионизма определены товарищем герцелю который говоря об армянах говорил какие они странные у него были такие выражения какие они наивные почему как почему как почему они поставили на деньги вода не когда срывали этот пример люблю повторять вода не когда турки разрушали 64 году по моему армянский квартал в одном из подвалов домов армянских нашли три или четыре тонны золота не пулемет максим а 4 тонны золота и что мы думаем что все то что мы сейчас вот накопили или положили это что останется в нашем кармане ой-ой ладно значит вопрос то интересный идеология наша армянская идеология есть такой человек рубен баренц слышали о нем книжку что пять томов написал человек а нет ну кроме того еще пять томов допустим в этих пяти томах ну половина вода человек пять томов написал пять томов герцель и сотой доли не написал конечно когда вы пять томов пишите вас могут заподозрить ах какой вы странный мы-то этого не пишем и вообще про это не думаем а он пять томов надумал может сумасшедший понимаете рубен баренц это очень интересный человек это очень талантливый очень честный человек нам нужны такие люди по моему да но они не нужны по сути потому что мы на эту тему вообще не думаем я написал свою книженцию вы думаете что у него был какой-то отклик да никакой нуль как как тогда быть